Люби его, люби, страстным огнём, ночью и днём, сердце сжигая, люби его, люби, не исчезай, не исчезай, я умоляю, люби его, люби. Да, ребятки, всем привет! Вы на канале Пиратская жизнь, с вами Ниног. Слушайте, и вот только вот ради любви я могу совершать все такие вот вещи, да, потому что в простейном случае я бы уже давным-давно плюнула на это дело, да, потому что, понимаете ли, очень-очень сильно устаёшь. Мне кажется, все вот эти вот поступки, которые совершаются, они происходят исключительно из-за любви. Вот, потому что представьте, если бы я его не любила, как бы я его уже посылала. Вот, такие дела. Сейчас, короче, записывала-записывала, что-то болтала-болтала, я вас за камеру не включила. Вот так и бывает. Хотела вам показать, вчера, короче, с вечером разморозила у меня курочка, у меня здесь раз, два, три, четыре, восемь ножек, вот, плюс у меня ещё вот такая вот томатная паста, это томаты перетёртые, это у меня ещё отец выращивал, они у меня были в морозилке, в заморозке, вот в таком состоянии я их замораживала, чтобы, знаете... Буду сегодня делать курицу тушёную в томатной пасте, в томатах, вот, плюс ещё, смотрите, наварила свеклы вчера, с вечера, чтобы, чтобы Вовчика кормить. Да, ему сейчас нужно жиденькое, ему сейчас нужно всякие вот такие вот овощные, так сказать, закуски. Так, секунду. Это всё падает. Вот, так что будем его с вами сегодня опять готовить. В общем, что я хотела ещё рассказать. Вован, всё-таки, девочки, вчера извинился, да, извинился, девочки, и я этому, на самом деле, рада, потому что, слава богу, он признал, что я была права, вот, и то, что он был неправ насчёт этого лимонного сока. Ну, это уже хорошо, это уже хоть какая-то победа в нашем случае, в противном случае, я бы, конечно, была прям очень дикозлана. Так, вчера тоже ещё с ним, знаете, что-то там сидели, ругались. Вот, я ему говорю, мол, вот, некрасиво себя ведёшь, говорю, у меня уже заканчивается терпением, вот, и должен мне, говорю, сейчас, почаще говорю, спасибо мне, говори, за все действия, которые я с тобой делаю. Вот, потому что, я говорю, у меня уже, вот, заканчивается. Чёрт сюда, боролась вчера на него? А вот, ну, он понял, надеюсь, что со мной надо по-другому, девочки, со мной надо по-другому, со мной надо по-доброму. Вот так вот, такие дела. Ой, конечно, сильно ухуду я, но, ну, ладно, уже вон встала, его покормила немножко, дала ему там несколько этих абрекочков, фруктиков немножко перекусил. Сейчас вот обед буду делать. В общем, как-то день сутка, честно, уже очень сильно устала. Но, надо терпеть, покой нам только снится, покой нам только снится, девочки. Вот, томат, это как его? Баклажанная икра, вчера ещё хотела доесть, вот сейчас пускай доедает. И это полезно, овощи ему полезны. Сейчас ещё свеклу почищу, пускай ест. Вот. Чё-то, не вылазить, не вылазить. Вчера прям скандалью. Да, вчера прям скандалью, я говорю, что в голову, я устала. Опять началось, вот это болит, там болит. Вот, и... Ну, я вам высказала, у меня уже просто, знаете, терпение закончилось. Он лежит, молчит. Ой, ну как так? Так. Вроде собрала. День сурка, у день сурка. Даже если, знаете, обычно-то даже у нас, ну, не такой день сурка. А сейчас прям день сурка и всё. Так, выкину банку, опять надо всё, опять надо всё, по магазинам идти, опять надо мусор выкидывать. Господи, как я уже устала, я вот этого. Просто, чё, антикрандатель, просто день сурка. Чувствую себя уже какой-то, я не знаю, домработницей, домовой этой сиделкой. Хочется быть женой, понимаете? Хочется быть женой, любимой женщиной. Получается так, что я сиделка и домработница. И только по расписанию живём. Вот, в Вове покушать. В Вове есть сходить туда, сюда, помыться, поменять всякие вот эти вот салфетки. Сменить, так сказать, как там называется, не забываю уже. Короче, сумасшедший дом. Чего он там встал? Сейчас, думаю. Управляй. Ты в туалет, нет? Так. Вот, в общем, устала я, девочка, устала. Устала. Вот так вот, ну, понимаете, покой нам только снится. Вот вроде у нас уже какой сегодня, шестой день. А как-то легче не становится. Понимаете, легче не становится. Раны кровят. А вот, пронтосан купили дорогущий. Пока что не помогает. Ну, хотя хрен знает. Вот в четверг нам к врачу, через три дня. Не знаю, посмотрим, что врач скажет. Пускай, как говорится, перезашивают. Вот так вот. Ой, короче, сумасшедший дом, девочки. Как я устала. Я просто, знаете, устала вот от этого вот. Вот встаешь и думаешь, вот сейчас вот приготовишь еду, да? Победаешь. И это, и опять что-то надо готовить. На ужин. Вот сюда. То есть раньше-то хоть куда-то походили, погуляли. Там, в кино сходили. Или еще что-то. По магазину вместе, да? А сейчас все один. Тащишь волку. Ой, тяжело. Тяжело. Но, скрипив зубы, мы, как говорится, продолжаем, продолжаем наше действо. Что, что, сейчас надо супочку сварить? Точнее, сварить, а погреть. Слава богу, я уже его сварила. Так, убираем. Выкину где-то шлющики. Лаврушку. Я уже всю выкинула. Ну, здесь уже больше, конечно. Я его перекипячу. Как будет? Перекипяченный суп. Я вообще хотела, знаете, что делать? Пробить щи блендером. Вот, у меня там начиталось в комментариях. Ему надо мягкое, у него надо жидкое. Вот, хотел пробить суп. Хотя я потом подумала, ну, да, ну, нафиг. Не буду я такое делать. Фигня получится. Так. Сейчас надо, знаете, что? Нужно почистить ему... Нужно почистить свекольку. Свекольку. Да, да, да. Будет у нас, в основном, все такое овощное. Тут тоже, знаете, вчера комментарии читала. Типа, что про нас пишут на других каналах. Вот, и мне очень понравился комментарий. Вот, сейчас. Даже скриншот все сделан. Пишут. Вот. Ту-та-ты. Так, сейчас, секунду. Сохранила вроде скриншот. и потерял сохранила и потерял а вот пишут откуда у нее деньги на поездки операцию сейчас собралась опять в турцию до собралась турцию отвечают тоже интересует откуда деньги постоянно пиццу заказывают суши покупают готовую еду в спаре им она там 46 рублей за 100 грамм людожная цену причем не наберет ведрами постоянно фрукты овощи зарплаты вавана хватало бы только на неделю откуда ребята я зарабатываю в отличие от вас которые сидят и пишут комментарии я зарабатываю да 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 вот так вот мне очень интересно а вот скажите пожалуйста вот фрукты овощи которые там пишут неужели это неправильно неужели неправильно покупать овощи фрукты она шут роллов и суши извините меня многие заказывают но знать даже цену в спаре 46 рублей хотя кстати никогда не афишировала ее вроде потому что афишировал я не помню вот только вот не надо мне говоришь вот из этого комментария не сквозить завистью девочки надо мне пожалуйста говоришь из этого комментария не сквозить завистью ну хорошо ладно суши роллы и так далее но про овощи и фрукты то как-то знаете так прозвучало что кого-то человек себе их просто позволить не может не очень грустно сейчас просто не можете позволить фрукты и овощи да я вчера пошла купила овощей и фруктов на 1000 рублей я знаю что хорошие там продукты вот если я пойду куплю в спаре сэкономив там не знаю 20 рублей с килограмма я куплю намного хуже качества поэтому я пошла и купила в лавочке который мне нравится вот ну честно знаете вот люди вот сидят подсчитывают сколько мы зарабатываем сколько мы тратим прям удивительно просто прям удивительно вчера говорю вочку сделаю тебе этот пробитый суп там тебе на советую тоже думаешь зря наверно думу это хочу сделать такое передумала добрее надо быть людям надо быть добрее не заниматься фигней против случая будьте считать сидеть и считать кто сколько зарабатывает то сколько тратит я ни у кого не прошу ни у кого ничего не воровала как говорится не обманывал никого никогда сама зарабатываю и сама тратим свои деньги а считать кто сколько это знаете вот не самое хорошее дело . потру свековку попросила именно потерите вообще знаете вот считать чужие деньги мне кажется это прям вот не очень хорошее и не надо мне говоришь мы вам не завидуем вот не надо мне говорить что мы вам не завидую люди которые не завидуют такие комментарии читать не будут писать точнее не будет просто у меня груза делает комментарии я думаю господи человек даже прописал стоимость еды готовый в спаре это раз плюс еще этот как мне понравилось она покупает овощи и фрукты а чё это неправильно но если у вас нет возможности купить овощи и фрукты вырастите вырастите вон у меня отец например постоянно на дачах выращивал все хотя в принципе деньги были и купить вырастил ему нравилось это дело все не прямо все его все виноваты на это правительство виноваты блогеры что живут все виноваты никто вот люди знаете зачастую вот сидят тут комментарии пишут вот и ничего не делал целыми днями смотрят ролики там ю тубе и прочее вот не занимаются ничего я хотя бы снимаю и зарабатывать вот а люди пишут 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 и все еще не хватает а ведь счастлив не тот человек у кого много до счастлив тот человек кому хватает так что не надо мне тут устраивать фигню так вот так сумочку я потерла сделаем ему красиво с перчиком вот тебе добавить букет перцев и солью в свеколку а вот вот соль только ну ладно потёрла ему свекольку вот такой красивый получается да я например знаете довольствуюсь малым да конечно же хотелось бы многого но я довольствуюсь мало мне постоянно пишут ой ходишь постоянно в одном и том же ой ля 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 ой у тебя там нету того сего типа вот ребят да мне хватает понимаете мне хватает всего того что у меня есть мне хватает моего ремонта мне хватает василька я не буду там покупать дорогие вещи причем знаете вот правильно говорят что я смотрела короче знаете статью в дзене и там рассказывали показывали двух миллиардеров там него джефф что-то монтель короче который отправил в космос там ракету и вот этот который тесла изобрел а как тебе такое илон маск вот и короче вот они стоят на обычной кухне с обычным ремонтом с обычной мебелью в одежде джинсы маечка обычная илон маск вообще босиком понимаете все вот эти бренды все вот эти вот модные вещи вся та лухари это для бедных людей понимаете потому что они кичатся этим всем делом понимаете а богатые люди успешные люди они еще не кичатся очень много иностранных миллиардеров миллионеров которые живут абсолютно просто не ездят на бентли вот не носят правда и что там богатого вот а исключительно пользуются и живут свое удовольствие очень многие люди даже кстати говоря не оставляют своим при этом наследнику наследство потому что они хотят чтобы их дети они сами чего-то достигли то есть там есть какая-то базовая вот но это вот элтон джон да например тоже богатый вот он своим детям вообще ничего не осталось он хочет чтобы его дети они так сказать сами заработали на кусок хлеба вот так вот это правильно у меня по сути ничего не осталось у меня только квартира слава богу на нее жили а все что сейчас я сейчас живу на свои деньги зарабатываю сама да и вот поверьте мне вот хватило ума вот так вот извините меня сделать свой канал ну если вы считаете что вот мы вот так вот жируем идите пойдите сделать свой канал просто так легко и просто идите сделайте там же на реках сейчас начнется мне это не надо я такого делать не буду и проще надо съесть дынку так суточка у меня уже закипает так что не надо писать и не надо завидовать не надо считать у кого чего сколько понимаете потому что у вас больше не станет откуда откуда зарабатывать зарабатывать если бы были умнее мы бы тоже зарабатывали а не сидели бы писали бы гневные комментарии по всяким каналам ну как он а я живу просто покупал овощи фрукты я даже не знал что овощи и фрукты это предмет роскоши у меня прямо это очень сильно удивило оказывается это 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 прям предмет роскоши я вроде как это не какие-то драгоценности покупаю там или еще что там просто овощи и фрукты там пиццу купила я даже не знала что даже до такого люди как говорится не могут себе позволить просто странно да в турцию я все равно собираюсь я собираюсь в турцию все сейчас зависит от восстановления вовчика если он быстро восстановится мы поедем если нет то мы все равно поедем но только чуть попозже вот так вот подожди я же вроде взяла а это подождите это колбаса а это вязанка с индейкой колбаса докторская понятно это не ветчина это колбаса докторская ну хоть какое-то разнообразие да ну собака конечно дорогая 278 рублей ну вот даже знаете вот сейчас у меня есть возможность пойти купить там дорогую колбасу да но я до сих пор у меня вот это вот в сознании остается вот это вот чувство что это дорого что это нельзя да да могу позволить себе купить икру но не буду этого делать зачем мне это делать иногда в охоточку когда покупаю а все так живут но только жалко что все деньги уходят на жратву понимаете очень жалко что очень многие деньги уходят на жратву включительно это печально куча денег прожирается но я знаете за что равно то что я ни у кого ничего не прошу то что я живу на свои вот а зачастую даже помогаю жить жить нужно жить нужно по-человечески не завидовать не злословить не обсуждать никого тогда жизнь к вам улыбнется даст вам что-то если вы конечно же не будете сами валяться на завалинке это знаете как это под лежачий камень вода не течет так колбаска кстати прикольная колбаска вот эта вот вязанка с индейкой так что еще хлебушка и дыньку и тогда у нас будет суп легкий еще дополнительно свекла вот скажите мне что такого сверхъестественного у меня сейчас на столе девочки вот скажите икра баклажанная колбаса дешевая магазина сыр свекла щи ну что в этом такого плохого скажите пожалуйста что в этом такого буржуйского я понимаю хамон хотя я передачки покупаю но редко что уж прям даже до еды докапываться блин вообще прям удивительно думаешь господин то есть прям понимаете как человек это знает 46 рублей в спаре стоит это это там роллы пицца прям удивительно удивительно я не знаю как это комментировать не знаю не знаю вчера кстати знаете ехал с этим соседом нашим вот он мне что-то говорит ой как я устал работать он знаете ездит по деревням вот и скупает там разную всякую утварь там туда сюда вот как это в общем как называется сейчас секунду вспомню в общем разную всякую вот там самовары постоянно мы его видим там вчера я увидела с этими с сарафанами вот ну я так поняла просто перепродают то есть каким-то может быть иностранцем или там кровеческим музеем там или ценителем просто да вот мне он вчера говорит такую вещь это в лифте едем он говорит как я устал как я устал как мне это все надоело вот езжу езжу мне все мало мне все мало ну знаете аппетит появляется во время еды это когда знаете всегда этот заработал и начинается что вот тебе этого мало еще надо еще надо вот и смысл в том что говорит вот нужно довольствиться малым вот вот вы например живете и никуда не не расширяйтесь так сказать вот вам хватает вот я хочу чтобы мне тоже хватало а я вот рада что мне хватает ребят мне хватает в моей квартиры мне хватает вот такого стола я считаю это простой стол ничего никаких изысков на нем нету не готовой еды из пары нету эту готовую еду я покупаю не каждый день а иногда любой человек может пойти купить я так же ем бпшки короче вот знаете вот вот смотришь на других людей более успешных более богатых у меня никогда не было зависти что у нее какая-то сумка там или она ест что-то такое не то да или еще что-то я вот с аппетитом могу поесть икру и суп который сама приготовила и бпшку и пельмени понимаете потому что может быть из того что у меня детство было сытое в том плане что у меня мама была стоматолог да и в принципе я в своей жизни успела поедать все попробовать все может быть из-за этого а те у кого было бедное детство голодное они даже на овощи смотришь как на преступление купила овощи прям преступление прям я удивилась вот где у меня хлеб хлеб где мой а что говорится не завидую вот мне хотелось например больше путешествовать я завела свой канал мне хотелось вот например что-то там добиться опять же повторюсь я завела свой канал да я думала что это будет быстро что это будет классно все это вот раз и все что-то там миллионы миллиарды да нифига нифига вот там пишут они по пять-шесть видео в день снимают ребят ну во-первых я не могу высказать в одном видео это раз у меня слишком много мыслей это два поэтому я выкладываю три четыре пять видео надо бывает шесть у меня было даже семь и это не предел если мне есть что сказать и если люди это смотрят значит оно и так и есть я очень рада что у нас есть люди которые нас смотрят как сериал вот с нашим подписчиком дмитрием общалась я с вами просыпаюсь обедаю ужинаю и так далее одна женщина пишет у вас когда выпуска там что-то задерживается или еще что-то я уже прям переживаю думаю где они где они приятно приятно это понимаете приятно что так происходит ладно мои хорошие я вам искренне советую и желаю никому никогда не завидовать потому что это плохое чувство оно не принесет вам счастье тому человеку хуже от вашей зависти не станет а вам будет только хуже я советую вашу энергию ваши силы направить в мирное русло на созидание понимаете если вам мало денег устроить на еще одну работу если вам и так не хватает то попробуйте какой-то другой вид деятельности понимаете сейчас 21 век даже в интернете сидя дома можно заработать деньги везде можно заработать а вообще знаете правильно говорят очень многие у нас не в деньгах счастье счастье в здоровье понимаете счастье в улыбках детей вот в этом счастье а не в зависть в деньгах деньги это всего лишь пыль которую можно заработать а если у меня есть светлый мозг можно в любой ситуации так сказать выбраться я научилась кормить свою семью буду кормить ее и дальше чего я вам советую всем спасибо всем пока увидимся на мукбанке